Кровные узы Это не только прибытие вместе Это память о человеке Здравствуйте подписчики Здравствуйте зрители Здравствуй Пашенди Здравствуй Димыч Если вообще смотришь это видео С вами я Кирилл Жевский И продолжение прохождения легендарной GTA Resident Evil, хотел GTA сказать Resident Evil 7 Очень, очень давненько Уже около двух месяцев Я не пилил Resident Evil 7 Потому что было много дел И пилил другие ролики Тут Паша заставлял Alien записывать То МК, то прочее, то Детройт Короче, забил на время Но сейчас искренне продолжаю В прошлой серии было начало Начало третьего сезона Resident Evil 7 И теперь мы точно уже его добьем Наконец-то Спустя почти два месяца Мы его добьем В прошлой серии Получается, Итан у нас исчез Мы его увидели Лежащим на земле Он потом куда-то вообще испарился Мы попали на корабль Встретили знакомого Мини Уинтерс Жены Итана, Аллана И теперь продолжаем исследовать Всю правду по этому кораблю Что там конкретно дальше будет Я уже, честно, подзабыл И, возможно, нам попадется Эта девочка Маленькая девочка Имя которой я тоже забыл Потому что давно уже не проходил Как же зовут? Эвелина Вот, вспомнил Я зовут Эвелина Нам нужно не дать ей нас убить Это вкратце А конкретно сам сюжет Я по пути вспомню Так, так, так Является чужой Хотел сказать чужой Потому что в чужих уже привык играть Скотина Я... Тут же инвентарь Никак редилось Что скрывается А, я забыл Сука Тут я забыл Тут инвентарь как в Ре-5 открывается Инвентарь открывается И ты находишься в режиме игры То есть не как в Ре-Вилле В Ре-4 Где инвентарь Это отдельное меню Короче, давайте посмотрим Что у нас здесь вообще есть Какие у нас есть Эти самые Пищевые добавки Давайте А, их только соединить можно А нам даже их по сути Не с чем соединять Из оружия у нас только Вот этот вот пулеметик Такой небольшой Этот чужой Вот у нас есть блоки И как и в Ре-Вилл Что в Ре-Вилл Сознано потом Поэтому странно сравнивать Эту игру С восьмой частью Когда она создана до Восьмой части И некоторые Точнее большинство фишек Восьмой части Взяты из этой части Разумеется Ну и самое большинство Из четвертой Ну не суть Давайте просто пройдем дальше И не будем задерживать время Потому что нужно быстрее Уже ее добить А еще нужно учитывать Учитывать Что У нас еще будет С вами дополнение Дополнение К Ресель Да Давай иди сюда Скотина А мы отталкивать не можем Как в Ре-Вилл Я уже привык Что в Ре-Вилл Когда на тебя нападают Ты ставишь блок И в итоге Отталкиваешь от себя Тут такого делать нельзя Блин Я к этой фишке уже привык Тут враги такие Дурацкие Хотя там враги Еще похуже Они там намного быстрее двигаются Которые вот На обезьян похожи Вот Они быстрее двигаются Так что здесь Это еще ерунда Враги Здесь еще не такие жесткие Так У нас есть Пустая капсула Капсула Образец ткани Эвелин Этот корабль Самое такое Наверное Из всех локаций Неинтересная локация Такая самая Вот В корабле Большинство игр Большинство частей Корабли Вот та же Ревеллейшнс Та же Там вообще Один корабль Во всю игру В ревеллейшнс Дистанционная бомба А вот и она Да-да-да Дистанционная бомба Ну типа Мина Мина наверное Я так Типа Мина Успокойся девочка Ты вспомнил? Смотри Что? Зачем? Ты должна вспомнить И тогда Мы станем в нее Держись Подальше Забудь Что ты Знавник Но я никого Не вижу На письме Несло Как на душе Ты не видишь 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 Утром В этом мире Война И выход Нет Вокруг Сплошная стена На перегонки Каждый день Никуда Добыть Про то, что наше время Это Война Не знаю Это не нарушено Убей его, мамочка Но все равно Не стоило Убей его, мамочка Не знаю Ты не видишь Война Он не хочет быть папочкой Тогда Позит Стой Вы больше не будете Я ненавид Прощай. Вольно! 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 Пусть непроглядь! Пусть непроглядь! Прекрасно! Я хочу, что я вновь с ними! И каждое утро в этом мире война! И меня нет вокруг сквашная стена! На перегонти каждый день! Не могу, но забыть про то, что наше время — это вода! Ничего никуда! Ух ты, блин! Так, давайте пройдём сюда. Так, блин, тут патроны. Отлично, патроны. Вот патроны нам сейчас очень нужны. По пути я постараюсь вспомнить сюжет, разумеется, вспомнить озвучку, кто кого озвучивал. И как чём-никуда ставить? В смысле? А, вот. Теперь подорвать. А, у нас патроны. А, мы ноги ему подорвали. А, отлично. Вот смысла, да, нет смысла использовать один автомат, потому что в итоге мы тупо просрём все патроны. Лучше давайте, наверное. И нож тоже смысла нет, мы ножом их вообще не убьём. Напоминаю, прохожу на лёгкой, потому что не хочу трепать себе мозги. Хотя стоило или на нормале, или на лёгкой. На нормале прохожу, вот вспомнил. Не на лёгкой, на нормале. Так, тут какой-то сидит рабочий, видимо. Давайте присядем, посмотрим. Специально, например, для нас именно вот эти двери так приоткрыты, вот чтобы вот Мия вошла вот сюда. Вот. Ну, вообще, как вы помните, главный герой этой игры Мии, но Итана пока что здесь и нет. Вот. Многим эта игра, кстати, не понравилась из-за типа врагов. Потому что все привыкли к зомби обычным. И тут бац, врагов меняют на каких-то образцов вируса вот этого вот. Вот этого вот вируса всего. Взяли, поменяли, никому это, разумеется, не понравилось. Так, чё у нас тут? Ага. Ну да, нужно её наполнить, а потом уже использовать. Всем привет, с вами снова я, Дарина Сабрина. И сегодня мы снова играем в Fortnite. Как вас зовут? Анатолий? Толь, не против, но ты. Со мной можно, а вы. Я шучу. Анатолий, скажите мне, что вы сейчас тут делаете? Ну вот, как мы знаем, Мию у нас озвучивает, я не помню кто, а вот Талана у нас озвучивает Бригман. Да-да-да-да, именно он, да. Мию, не помню, кто Мию озвучивает. И, кстати, у нас есть нож, поэтому мы можем наконец-то порубить эпоксид. Так, эпоксид соединяем мы. Вот, давайте подумаем, с чем лучше соединить. Учитывая, что у нас совсем нету носопатронов, в принципе, нету. Давайте лучше, наверное, с аптечкой. Чтобы была аптечка большая. Не просто трава, а именно большая аптечка. Бутылочка. И что? И что дальше? А, вот что. Вот оно что. Отушься. Гармошка какая-то, блин, не знаю. Ну, баян какой-то, блин. Вот, коррозионное вещество. Вот, мы можем это коррозионное вещество. А, мы уже это сделали. Давайте осмотрим. И чё? А где описание? А, вот. Сильная кислота, способная растворять некоторые металлы. Так, давайте мы её соединим. А, её вообще нельзя соединить. А, ну всё, нам не нужно ни с чем её соединять. Вот, мы просто её сюда вот используем и всё. У нас даже таких ещё две штуки осталось, да. Так, используем. Блин, мне страшно, на самом деле. Другие люди просто не говорят об этом. Я же должна была здороваться, да, или нет? Ну, ладно, хуй с вами. Надеюсь, я буду тащить. Полетели, господи. То есть, это нечто постыдное, скверное, никчёмное, ненужное, некрасивое. Оу, май. Надеюсь, к этим домикам никакая, сука, не полетела. Я, блядь, сука. Нет, про какие-то нити. Сука. Ну, конечно, блядь, а что происходит, нахуй? Да уж, Иви, конечно, Иви. Это Иви хочет тебя подставить. Мать. Хм. Буду называть Мию матерью, потому что она мать, она реально мать. Даже не буду спойлерить, какую она большую роль сыграет в Re-Village. Ну, не то, чтобы прям большую, но просто, как бы, просто... Она будет нам казаться роднее. Намного. А вот и... А вот и пиздюч... Ой, то есть, маленькая девочка. Вот автосохранение. Да, не-не-не. Час... Мы с вами не виделись? ААААААА. Иди на хуй! А, то есть, ты тоже... Ты решил по-честному? Мне интересно посмотреть, потому что оплачивать, и я буду... Ты решил по-честному, да? Только у меня один ХП, блядь, остался. Дедушка вот сейчас все, пошел своими делами заниматься, дальше я как бы буду оплачивать, я хочу ознакомиться с перечнем работ, которые... Капец, вот это вот идет такая сирена, которая нам говорит о том, что нужно быстрее отсюда съебать, то есть сбегать, то есть нафиг. Все время хочется поматериться, а знаю, что могут смотреть дети, и их родители могут в комнату резко зайти, и поэтому стараюсь не материться. Да-да-да-да, я как бы в курсе, я сам все это пережил, короче, мы нашли Эвелину, господи, что ты боже мой, вот у нас есть. Давайте взрывать, господи, живу, помогите! Скотина. Иди ты, ланшот мы сделаем сейчас, как следует. И сдохните! Сколько у нас еще осталось взрывчаток? Нет у нас этих взрывчаток больше. Вообще у нас, в принципе, боеприпасов мало. Благо, за мию у нас не основной сюжет, поэтому не особо страшно. Кислота, газ какой-то распространяется. Давайте используем кислоту. Избежим отсюда, чертовые бабушки. О, отлично. Еще кислота, просто полезная комната. А куда нам вообще сбегать-то нам, блядь? Наверное, сюда, больше некуда. Просто обратно. Ну, разумеется, куда же мы без тебя-то денемся? Соси. Даже если он просто вот как-то... Блядь! Да иди нахуй! А дай пройти, долбоев! Ну, мне мешаешься, реально, хорош! Короче... Блядь, не короче. Сука! Что теперь делают-то? Как пройти? А дверь-то открылась? А, блядь, мы не можем нихуя ничего сделать. Ага, все. Да ты издеваешься, надо мной откройся. Закрывайся. Че, блядь? Че нахуй? Как? Че делать надо? Иди нахуй. У нас две бомбы вот есть. Давайте, две бомбы. Так, используем. Дальше использую. Скотина. ХП мало. А не хочу аптечку тратить, у нас она одна осталась. А че мне делать-то, не пойму. Че мне делать с этим самым? Так просто нужно было нажать не сюда, а сюда. На третий этаж. Это моя тупость. Я думал, мы находимся на первом этаже. Чтоб поехать вверх, я нажимаю на первый этаж. Логично, конечно, вообще. Система аварийной блокировки. Открывай. А, тут ничего нажимать не надо. Не суть. Все. Это моя тупость, согласен. Поднимаемся. Спасаем Аллан. Вот, автосохранение отлично. Все. Можно не бояться. Вот Аллан тут тоже. По-честному, он, блядь, решил. А как он? Где Алла? А как он вообще только приземелся, он такой хуяк. У меня оружие есть, и я пошел тебя убивать, че хуяк. Где? Где? Я бы сказал, где я промолчу. Мы даже сами сейчас его искать. То ли он ушел сам, то ли его кто-то увел. Я не знаю, честно. Просто будем искать его повсюю. Может, здесь он сныкался. Испугался эту сигнализацию и скрылся. Тут еще давайте используем. Кислоту. Ух ты, еще дистанционные бомбы. Да блин, какие нахуй бомбы? Дали бы аптечку лучше, или патронов там от чего-нибудь. Какие, блин, бомбы, чертовы бабушки? Вы издеваетесь, что ли? Блядь! Ладно, согласен. Нам нужны бомбы. Нужны бомбы. Все, я беру свои слова назад. А взорвали-то как-то классно, да? Даже не пошевельнулся. Ну, учитывая то, что враги появляются, значит, мы все правильно идем. Шли бы неправильно, враги бы не появлялись. По пути. И че? Куда дальше, сюда, что ли? Я плутаюсь, я уже запутался, честно. Так, еще один говнарь. И два, что ли? Вы че, издеваетесь надо мной? Вы, блядь, серьезно? На. Пиздец, блядь. Издевает. Не туда, блядь, пошел. И че? Они вообще испарились. Они вообще, блядь, испарились. Скорее всего, он вниз спустился, я так думаю. Потому что больше нам некуда идти. Нам больше идти некуда, народ. Все. Все, вот куда нам идти теперь? Вот непонятно. Подняться, в смысле подняться. Я не хочу никуда подниматься. Короче, да, он скорее всего еще ниже спустился. Да. А тут вообще, в смысле, тут больше некуда ниже спускаться. Нам выше надо. А, нам выше надо, мы из низа спускались наверх. Поэтому нам надо подниматься, а не спускаться. Наоборот, подниматься, да. И мне плохие ноги. Вот. А, нам... Я дверь эту не заметил. Да господи, что, боже мой. Я просто, сука, не заметил, блин, дверь. А, как я мог-то так проложпетиться, а? Просто потянул у вас хрень. Я прошу прощения. А вот он, этот алан. Давайте. Озвучку слушаем. Ай, блядь. Ай, блядь. Вам не кажется, что это пиздец? Летим куда-нибудь, куда-нибудь. Че вы тут забыли, блядь? Ну, летите на хуй. Чуда, блядь. Это пиздец. Это по-другому не называется. Ты идиот? Тебя сильно развезло, да? Ты, ну, вообще не отупряешь. Че ты сейчас с тобой делаешь? Давай ты, я говорю, не будешь в дурочка играть. Ты просто объяснишь вот это. Нахрена ты это делаешь? Ты видишь то, что ты перед топинцем не всели. Тебе по барабану похрен на все. Ты дурак? Такие цены везде. Сейчас везде такие цены. В чем вы просто? Ты дурак? Зачем меня обзываете? Я ничего плохого не сказал. Ты дурак? Сам дурак. Спасибо, тебя оставлю на память. Пизда руля, народ. Вот честно, не хочу материться, но признаюсь. Даже этот Аллан испугался. Что происходит? Че происходит? Че с Алланом этим случилось? Че мы теперь будем делать-то без него? Куда нам идти? Туда вперед, что ли? Она это Мия... Ой, Мия, блин. Это Эвелина починила его себе. Это капец. Она как-то повлияла. Она загипнотизировала его. О, Мост. Это мы, по-моему, уже читали. Или не читали, я не знаю. А, нет. Это сюжетная катсцена. Смотрим. Это катсцена, получается, та самая катсцена в начале... В самом начале игры. Куда Мия записывала катсцену... Ой. Записывала по ноутбуку сообщение Итану. Это самое начало, получается, если я не ошибаюсь. Ну, приземляйся ты уже, жопа. Эть. О, хуяшечки. Ну-ка, скука, выходите, бля, сейчас. А, нет, нет. А-а-а. А-а-а. Сказать лишь одно. Если получишь это... Держись. Что происходит? Кто мне звонит? Забудь, что ты знал меня. Что происходит? Прошу. Вот, что происходит по Шэнди. Ай, что делать? Что делать? Ай. Отвечать или не отвечать? Сейчас, секунду. Кто это? Говорите, кто это? Я говорю, что... Спасись, как там проживает твоя свозь? Кто? Я... У меня никого нет. Кроме моих родных и близких. Да ты... Я вспомнил, кто это. Ты Настя. Господи, ты что? Настя. Господи, ты что? Ты что? Ты одна из дочерей Димитреско. Леди Димитреско, да? Ты одна из дочерей и леди Димитреско, да? Из Ревилочи. Блин. Мне чуть не сшибли. Мы всегда будем вместе. Скажи что-нибудь. Ты Настя. Ты самая Настя, которой я хотел предложить нормальные отношения. Но которая в итоге... Себя подвела как психически больная девочка. Хотя поначалу мы нормально общались. Себя подвела как психически больная девочка. Я играю. В Ри-7. Друг... Так, говори. Задавай. Как там твои отношения? У меня их нет. Та девушка, она не стала со мной заводить отношения. Ей нужен другой парень. Я ей не подхожу. Который всё умеет, который, не знаю, мастер на все руки. Ей любви не надо. Ей парень нужен не как парень, а как мастер на все руки. Вот кто. Вот. А я разбираюсь немножко только в компьютерах, а не... В электрике я не особо разбираюсь. Вот. Ну, сказал бы, что разбираешь. А толк-то? Если бы мы потом встретились, и она бы сказала, помоги мне, мне с электрикой проблемы. Я бы ничего не помог бы, ничего бы не сделал. И в итоге она просто бы от меня ушла и всё. Сказала, ты мне такой не нужен. Было бы ещё обидно. Чего? Ты что, говорю? Ты решил мне позвонить? Тихо. Вообще из вида. У собачки. Ну и писи. Всё, она есть. Сука, блядь. Сука, блядь. Иди ты, гуня. Отошла я немножечко в сторону. Возвращаясь к анальному сексу. Давайте посмотрим с вами на преимущества анального секса. Какие преимущества анального секса? Это Эвелина общается с Мии Винтерс из Резидента ВУ-7. Так, вот машинка сохранения. Выберетесь из дома. Блядь, чувак. Это же настроение. В смысле, ты про настроение? Ты меня спрашиваешь про настроение? Народ, без комментариев даже не обращайте внимания. Это одна из девушек из... Ну, не то чтобы сайта знакомств. Из, так скажем, чатов в Телеграме до Винчи. Одна из сорокетника. Примерно сорокетника, серьезно, без шуток, плюс-минус, с которыми я пытался познакомиться. Но это уже мои проблемы. Я не буду засорять прохождение своими проблемами. Поэтому просто давайте играть дальше. Мы встретились с Эвелиной. Мы чуть не потонули. Мы из корабля. Капец, это полная жесть. В нас какие-то призраки врезались. Что-то еще, что-то то, что-то сё. Но мы в итоге все равно бляхом ухо на корабле. И что делать дальше, непонятно. Но у нас есть сохранение. Мы сохранились. Получили эпоксид. И давайте на этот раз смешаем этот эпоксид с порохом. И получим патроны от пистолета. Стоп. Аааа, я вспомнил, народ, я вспомнил. То, что мы сейчас вот играли, это было на записи. Мы уже в записи были, вот где был Аллан, где первоначально была Мия. Это была запись. Вот мы ее здесь смотрели. Я уже даже про это забыл. А сейчас мы находимся в реальной действительности. У нас нет ни автомата, ни минирующих вот этих вот бомб, которые мы бросали. У нас просто только пистолет. И все, я вспомнил. Так много времени прошло, что я успел про это все забыть. А вот теперь мы двигаемся. Мы находимся на том же самом корабле. Да, именно так. И теперь мы только двигаемся вперед. Только теперь. Разу и объект. Что-то вообще перевели так себе. Что-то я не пойму, это специально так себе перевели или это так и должно быть. Содержимый уже кто-то забрал. Ну просто идем вперед, получается, по тому же самому маршруту, что и на записи. Теперь я вспомнил, теперь я вспомнил, что это было. А, у нас нужен замок. Получается, автомат нам выдадут все равно, потому что вот у нас патроны от автомата. Такие дела. Сейчас у нас автомата нету, потому что тот автомат был на записи. Да. Это было просто кассета. Тут еще эпоксид. Отлично. Смешать. Еще патроны. Замечательно. Нам остается только сам автомат найти. Только Алана, скорее всего, тут уже нету, разумеется. Похоже, поломанный. Не суть. Так. Алана тут уже нету. Потому что он был тоже на записи. Тут же все позаросло вот этим вот всеми... Этим вирусом. На записи этого всего тут пока что не было. Так. Тут нужна эта вот кислота, которой у нас сейчас нету. Нужно где-то ее добыть. А как там ее добыть, я хрен его знает. Да, вот это вот, честно, вот самая такая вот неинтересная локация в Resident Evil 7, этот корабль. Хотя для кого-то она может быть самая интересная, наоборот. Я так считаю. А, вот лифт. Открываем лифт. Так что вот так вот, друзья. Ни в коем случае не повторяйте, не повторяйте то, что повторил я. Я и про то, что не... Вот вы играете в игру, проходите ее до конца и не делайте больших перерывов. Иначе просто вы забудете, где вы там находились и что вообще говорите. Особенно если на записи. Надо же, как вовремя позвонила мне эта вот баба из DaVinci. Блин, капец. Она мне периодически звонит и капец. Вот что ей надо, я не знаю, вот что ей надо. Она реально вот психически больная девушка. Она наподобие вот этой вот Эвелины. Не, серьезно, вот без шуток, вот вообще без шуток, вот серьезно. Она реально наподобие вот этой Эвелины. Только она по возрасту, она намного старше ее по возрасту. Она реально, вот она мне в фотографии показывала, она очень красивая девушка, вот на самом-то деле. Но она ведет себя как психически недоразвитая, вот серьезно вам скажу. Это, конечно, не относится к резиденту У7, но при сравнении с Эвелиной, я могу, в принципе, о ней упомянуть, так что вот, у нас есть камера, 4F, изменить камеру, ничего нету, еще изменить камеру, вот лифт, 3F, 4F, 2F, вот item. Слышь, блять, говно нахуй, по зопе, нет, 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 отцессовываюсь. Вот, как вы видите, его уже поглотил, поглотил вот этот вот вирус, он его уже поглотил, народ, блять. Ну, конечно, это может разнообразить нашу сексуальную с вами жизнь, правда же, конечно. Ебучие галлюцинации. На, сука, отсоси, отсоси, блядь Ничего нету Да вы издеваетесь Так темно вообще На улице светло, и тут еще темно Ёб твою мать Что вот делать, непонятно Тут двери у нас, вся хуйня Не суть, тут лифт, мы отсюда вышли Короче, просто давайте Быстренько искать Итана Ух, тут что-то нужно Тут автомат, вот она Мы его взять не можем, у нас ничего нету Гайка с выступом Ну что нам это дает, карта корабля Что нам это дает-то Гаечный ключ в виде креста, им удобно Откручивать гайки Может это отсюда Блядь, нет, нельзя использовать А как мы автомат-то возьмем, алло Алло Алло, гараж, мне автомат мой нужен У нас нечем Даже автомат взять, господи, что боже мой Короче, 2F, 2 Это 4F, а нам нужен этаж 2S, то ли 2S, то ли 2F Я что-то подзабыл Немножко дистанционная бомба Вот мы опять подобрали бомбу, что и на записи Да, нам нужен S2, 2S Короче, нам нужен этаж Этаж 2S Не S, не S, а S Так, тут еще ящик Пусто Порох, отлично 2, именно 2S Так, что у нас здесь Это вперед или назад, я вот этого не понимаю Непонятно, это вперед или назад 4E А, это мы просто оббежали Просто мы оббежали Нам нужно, короче, на 2S подниматься Короче, нам нужно подниматься выше Но прикол в том, что Как мы, что мы будем делать Нам автомат-то нужен Мы его даже не можем взять Нам нечем его даже брать Тут нет даже Скрепки там Или открывалки Чтобы открыть Ящик Чтобы забрать Наш автомат Он заперт И что теперь делать Я вот этого вообще не знаю Народ Вот честно вообще не знаю Что делать Вот что я вообще не понимаю Ну, похоже, что придется просто идти дальше Тут других вариантов нет Да Просто идем дальше Поднимаемся выше Выше по лифту А, или Стоп, подождите Или мы должны туда пойти Может нам туда стоит пойти То есть сюда 2S, 1F Вообще закрыто Это вообще не дверь Это вывеска Просто вывеска Тут вообще застопорена Заступорена дверь Непонятно, что от нас хотят Так Что дальше Ну, да Только один вариант Блин, а мы спрыгнем Ебательно Она вообще Блин Накачанная девушка Спрыгнула Главное И даже Не разбилась А за таким расстоянием Невозможно выжить Как минимум инвалид В реальной жизни Она спокойно Спрыгнула Так вообще Так идеально Просто так спрыгнула Вообще отлично Не забываем Нам нужен этаж 2S Идеально Так спрыгнула Вообще Прям отлично И что Мы опять спускаемся Туда Куда мы уже спускались И я не понимаю Что делать дальше Народ То есть Мы автомат Не можем взять Мы не понимаем Вот мы спустились Туда же А куда идти дальше Непонятно Может нужно Камеру Переключить снова А Мы вообще не можем Больше управлять Мы вообще Больше не можем Управлять Этой самой Этим компьютером Получается И что нам Теперь делать Я вот запутался Вот и тупик Настал тупик Не можем Разобраться Что делать дальше Так С чем мы можем Соединить Ух Ух Еще патрон А это усиленные Усиленные патроны От пистолета Вот мы можем Ж нажать На Ж И будут усиленные Патроны С помощью них Можно даже Быстрее Заланшотить Чужие Хочу сказать Чужие Этих Монстр Короче Короче Я не знаю Что нам делать Дальше Нам нет Доступных Проходов У нас Непонятно Куда нам Вообще Идти надо Вот мы Спускаемся Вниз Может и я Что-то Профукал Народ Может и я Что-то Профукал Как в прошлый раз Тут даже нет Пути наверх То есть Это последний По сути Этаж Походу Да Мы просто Мягко говоря Ходим Кругами И мне непонятно Что от нас Хочет игра Что-то еще О, трава Видите Как полезно Совершать Бэктрекинги Можно много Чего нового Узнать Найти Так 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 Ну мы же Не просто Так Получили Вот это Вот С выступом Гаджетов Давайте мы Осмотрим Может его Можно С чем-то Куда-то Вставить Скорее всего Будет уже С Один Ф Вот Вот оно Что Вот сюда Нам нужно Идти Но я Ничего Не вижу Но главная Героиня Автоматически Включает Фонарик Это Радует А че А Нету Ниху Вы поняли То есть Ничего Нет Все Заросло Вообще Просто Все Реально Заросло Вот Капсулы Получили Капсулу Предохранитель Общего Назначения Стоп Стоп А если мы Обратно Его вставим Дверь Откроется Нам уже Это не надо Мы отсюда Вышли Нам это Уже Не надо Нам в другое Место Скорее всего Нужна Эта деталь Да Именно Так Вот Этот Самый Дебил Давайте В него Короче Просто Бомбу Кинем Давайте Его просто Убьем Улучшенными Патронами Потому что Он реально Жесткий Брат Ни хрена Себе Они улучшены Эти патроны Они настолько Быстро Даже таких Ровов Убивают Я в шокере Вообще Народ Честно Вам признаюсь Я реально В шокере Вот Сохранение Да блять Ааа Нажал Не туда Еще раз Сохраняемся Поищите Итана Да Все Идем дальше Так Еще чуть-чуть Думаю Поиграем Надо уже Заканчивать Уже Время Достаточно Много Прошло Вот Тяну Тяну Время Потому что Плохо Прохожу Проходил бы Быстрее Все быстрее Прошел Быстрее 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 Меньше Время Потратил И своего И зрителя И время Зрителя Ну блин Прохожу Медленно Поэтому Буду Утупить Нам нужно Какой-то С вами Найти Ключ Который Нам Откроет Автомат Ну Пискафчик С автоматом Вот Ну записку Я уже читал Ааа Я запутался Куда нужно Найти Я в принципе Запутался Во всем Может сюда Господи Что Давайте Используем Не получится Ничего Использовать Кислота Нужна А кислоты У нас Нет Кислоты Кисло Кисло Я Не суть Откручиваем Короче Нам Больше Больше Делать Нечего Ааа Конечно Открутили Тут уже всему 100 лет 150 лет Всем этим рулям Открывалкам Здесь мы уже были Блин Я запутался Куда нам вообще нужно идти Отсюда мы вышли Значит нужно вперед идти Скорее всего Да Просто идти вперед И что Тут вообще ничего нет Тут вообще пусто А вот еще какая-то дверь есть Да Из которой мы уже вышли Конечно Классно Классно подгадал Ух ты Чуть за И что Тут ничего нету Даже И что делать-то нам Нашли какую-то Какую-то Одежду Нашли И в итоге Ничего На эту одежду Нам не дает При осмотре Ерунда Какая-то Я не понимаю Что делать Ну и если Вот смотрите Вот друзья Вот если вы Играете Вот в Resident Evil Какой-то Да И если вы Не понимаете Что от вас Хочет игра И вы Блуждаете Думаете Что же надо делать Что же надо делать Вот И только потом Спустя час Ходьбы Вы понимаете Что вам нужно делать Вот это Настоящий Resident Evil Там где Все понятно Все четко Все ровно Это хуйня Это не Resident Evil Это хуйня Это сразу Не играйте в такое А вот там Где надо подумать И вы не знаете Что от вас хотят Вот это Настоящее То что Resident Тот который нужен И вот мы Вставили Получается Вот Вставили Этот предохранитель И все равно Я хрен нас понимаю Что от меня дальше Я и то Все дело нормально Вот Нам уже не спастись Но я хотя бы Расскажу миру О том Что здесь произошло Я вернулся С ночной шахты С ночной вахты И отсыпался В публике Было около полудня Будучи в полусне Я услышал Смех ребенка Маленькой девочки Или может Не почудилось Нихуять Не почудилось В 19.30 Меня разбудил Какой-то шум в коридоре Тут вошел Дрю Один из механиков И сказал Что внизу Что-то происходит Возможно Это бунт Он был очень бледный Он сказал Что пойдет И все разузнает Ушел И не вернулся Наверное Было 19.50 Когда раздался Ужасный вокль Я пошел На разведку В прачечную И увидел Как какое-то Черное чудовище Пожирает Кларка Оно повернулось И направилось Ко мне Огромное С зубами Как у акулы Я визжал И убежал Теперь Сижу Съежившись В кубрике Трясусь И пишу Эту записку В коридорах Полным-полно Этих тварей До сих пор Это и дело Раздаются вопли Но я ни за что Не выйду Завершаю Своё послание Я рассказал Всё что мне известно Джонатан Финетти Ну круто ты рассказал Ты бы лучше рассказал Что мне делать Надо Чтоб дальше Продвинуться Я вообще Не знаю Я вот Блин Думаю Думаю Мы даже Увеличить её Не можем Вот чё это за хуйня Я вообще Не понимаю Дорогая Джонат Как дела Наверное Пройдёт полгода Пока ты получишь Это письмо Здесь Такая скукота Каждый день Одно и то же Я за бортом Лишь Я за Блядь А за бортом Лишь море Хотя нет Что Кое-что изменилось На этот раз У нас на борту Несколько пассажиров Что здесь Большая редкость Это Супер Супружеская Чета С маленькой девочкой Наверное Дальние родственники Капитана Представляешь Путешествуют На танкере Наверное Денег нету Я пытался Поговорить с девочкой Но её отец Так злобно На меня посмотрел Интересно Чего он боится Кстати Капитан сказал Что у него Вообще Нету родственников Может Зря я Об этом Так думаю Много Скучаю По тебе Целую Джим Видите Какой я интонации Прочитал От этого Джима Видите С какой интонацией Я уже Потому что У меня уже Галлюцинации Я уже не знаю Чё делать Я уже Торочусь Вот об эту хуйню Я уже не знаю Чё мне Подсказал Что ли Я хую Пойми Поэтому Кому понравилось Ставьте там Оценки Там Хотя бы Из жалости Хотя бы Не знаю Вот даже Советы Путешествующим По Амазоне Красота В чёрной лагуне Всё Всем желаю Успехов Всем я желаю Удачи И Всем Пока Увидимся Уже в следующей серии Которую Я уже точно Пройду дальше И не буду Ни на чём Зациклен Всё Всем Пока Вот хуй поймёшь Чё делать Надо Ау